всем привет в прошлом сезоне компания ls2 представила новый модуляр ls2 ff 399 и к концу прошлого года он появился у дилеров и у дистрибьюторов он пришел на смену ls2 ff 393 вот и я хочу вам рассказать о отличиях таких серьезных интересных кардинальных до этого шлема по сравнению с предыдущей моделью вот я достал его из коробки с к слову сказать 393 он продавался вместе с фирменным рюкзаком который можно было там одеть на плечи здесь просто в чехле этот шлем но видать производитель решил уделять уделить внимание больше саму шлем учим допом и так ну первое что сразу видно и бросается в глаза это то что визор у этого шлема значительно шире до по высоте чем у предыдущего 393 дальше мы видим что на этом визоре есть крепление для установки пинлока в предыдущей версии не было возможности установить пинлок не свой не не универсальный наклеить там вот это вот расстояние между между визором и и корпусом шлема было слишком маленьким здесь уже производитель учел этот момент и пинлок штатный вот он в комплекте идет можно установить здесь запотевания не будет защита челюсти вот она фиксируется в открытом положении на то есть мы открываем шлем и вот она в этом положении фиксируется за счет вот этого вот материала то есть предыдущей версии давайте я покажу это защита челюсти могла вот вот так вот если и сильно не задвинуть она вот так вот могла болтаться дальше здесь очень интересно сделано по сравнению опять же с предыдущей версией сделан механизм открытия вот челюсти и закрытия ну вот смотрите открываем и если у нас мы едем и визор в закрытом положении то вот эту вот челюсть защиту челюсти мы поднимаем и она поднимает вот этот вот визор для того чтобы закрыться что очень удобно так реализовано в шлеме руф к сожалению я не знаю как это сделано в в шарке да потому что вот есть насколько мне известно из три шлема вот подобные конфигурации это руф шарк и вот ls2 сделали здесь вот в предыдущей версии мы открываем защиту челюсти вот и для того чтобы нам ее закрыть нам надо вручную поднимать визор здесь сделано уже грамотно 5 отличительная особенность в том что ширина этого шлема вот эта ширина этого шлема на два сантиметра уже чем вот этот шлем я специально замерял вот здесь 28 сантиметров вот эта ширина а а вот эта ширина 26 сантиметров то есть шлем выглядит более компактным насколько мне известно некоторые покупатели как раз отказывались от покупки вот такого шлема от шарка из-за того что вот это вот вот этот вот механизм открытия защиты челюсти он такой был очень громоздким в этом шлеме производитель решил эту проблему и сделал его компактным вот еще одна из особенностей да то что ремешок сделан металлическим что повышает безопасность вот эта застежка в предыдущем члене пластиковая была сейчас она металлическая то есть у нас степень безопасности повысилась при этом удобство осталось прежним ну и сам внешний вид значит шлемы стали выпускаться в таком вот есть там в черном матовом цвете а вот это вот такой хромовый до темный хром то у нас покупатель один заказал этот шлем мы привезли ему и пока он его еще не взял в руки да мы быстренько делаем обзор в описаниях написано что он сделан из кинетического полимерного материала маркетологи конечно молодцы постарались над названием да никто не понимает что это такое но давайте взвесим его один килограмм 810 грамм никакого отличия с предыдущей версии в этом плане нет внутренности сделаны достаточно приятная ткань здесь смотрим есть места для установки наушников гарнитуры вот видим здесь встроенные солнцезащитные очки причем по сравнению с предыдущей версией механизм открытия очков уже другой они так более плавно открываются в общем шлем очень очень сильно переработан значительно до намного он лучше стал предыдущей версии деньги те же поэтому ну если вы рассматриваете шлем модуляр вот с таким вот забралом откидывающимся назад и не хотите платить за например за французское происхождение и за более дорогие материалы внутренней отделки то можно смело рассматривать вот такой вот вариант в качестве приобретения да я я забыл вам рассказать еще про про смену визора здесь визор меняется вот таким вот образом двигаем вниз вот так вот визор снят и также устанавливаем обратно вот и все не надо никаких инструментов в предыдущей версии там надо было отвинчивать два винта с одной стороны и с другой стороны спасибо за внимание удачи пока